Футбольный футбольный футбол Футбольный футбольный футбол Футбольный футбол Еще одно знаковое во Франции. Марсель против ПСЖ. И вся Россия смотрела за тем, что произошло в Санкт-Петербурге, когда «Зенит», как модно сейчас говорить, деклассировал «Спартак» 7-1. Вот вы, когда этот матч смотрели, интересно профессионального тренера спросить, что это было? Почему «Зенит» выиграл так уверенно? Почему «Спартак» проиграл так громко? Потому что мне кажется, как журналисту, что в таких матчах всегда тренер видит что-то еще. Другой тренер и старается эту кальку на свой опыт как-то применить. Я уверен, что это тренерская победа «Симака». Потому что, на мой взгляд, он очень качественно разобрал «Спартак», аналитический отдел команды. И использовал слабые стороны московского «Спартака». «Спартак» же, наоборот, мне показалось, совершенно был не готов к этой игре. И те проблемы, которые видны всем невооруженным взглядом в обороне, они никак не поправились после игры с «Лестером». Что, в принципе, и привело к такому счету. Потому что все-таки «Зенит» обладает классными игроками, которые являются одними из лучших, наверное, на каждой позиции в нашем российском чемпионате. Поэтому здесь вот это все вместе, комплекс этих моментов привел к такому счету. И не скажешь, что так не должно было быть. Могло быть и больше. У меня, когда я смотрю за этим «Зенитом», «Зенитом» нынешнего сезона, складывается странное ощущение, будто машина времени отбросила меня в начало 90-х, когда был московский «Спартак» этот великолепный, Олега Романцева, в особенности в первой половине. И за редким исключением, когда команда Валерия Газаева из «Ладикавказа», будь то «Спартак», «Спартак» Алания пыталась навязать борьбу красным-белым, вот это было безоговорочно, убедительное лидерство. Вот «Зенит», на ваш взгляд, за последний год, он действительно настолько ушел в отрыв от всех других наших клубов. Да, здесь, я думаю, что это, наверное, проблема для нашего чемпионата. Потому что, действительно, «Зенит» собирает футболистов высочайшего уровня. Не все команды могут финансово позволить себе такие приобретения. «Зенит» может это сделать, он может купить, в принципе, любого игрока. Поэтому здесь, если мы говорим о составе, о игре команды, то, безусловно, это такой лидер нашего чемпионата, который, я думаю, что этот сезон пройдет достаточно легко. Когда вы возглавили «Московская Динамо», то календарь сразу подбросил вам удивительное расписание. Это, казалось, или пан, или пропал. Или Новиков может, сделав чудо, взлететь репутационно после этой серии игр, либо, наоборот, на взлете карьеры молодого тренера. Может быть, если не загублено, то на долгие годы он будет восприниматься как человек, который не справился с той задачей. Вы справились, да? Но вот как изменилась палитра, на ваш взгляд, лучших клубов, и не только лучших клубов, премьер-лиги за то время, что вы не работаете в ней. Вы были экспертом после ухода из «Динамо», сейчас вы работаете в Нижнекамске с нефтехимиком. Но все равно вас постоянно можно увидеть либо человеком, который смотрит эти матчи, либо человеком, который на них, может быть, даже и присутствует. Нам, когда у вас есть такая возможность, все равно сегодняшняя премьер-лига для вас, она отличается от той, в которой вы работали год назад? Да нет, я думаю, что не отличается. Единственный момент, что у многих команд идет перестройка. Перестройка составов, меняется ЦСКА, меняется локомотив. В «Спартаке» происходят определенные вещи, которые мешают футболу. Поэтому, наверное, сейчас вот эти топовые клубы, которые у нас в российском чемпионате есть, они испытывают в каждой из этих клубов определенные проблемы. И в связи с этим чемпионат такой ожидается очень интересный, где много команд будет претендовать на высокие позиции. До прихода в главную команду «Московского Динамо» вы возглавляли молодежку. И когда возглавили первую команду, тоже вот одновременно продолжали какое-то время внимательно отвечать за молодежный состав «Белого Глуба». Сейчас, кого мы не увидим практически в «Премьер-лиге», вот постоянно эта тезис, что надо брать молодых, развивать молодых. Вот «Химки» отправили в отставку вышеупомянутой Игоря Черевченко. И тоже сразу же руководство клуба говорит о том, что у нас задача найти тренер, который будет развивать молодые таланты. Когда, вот опять же, вы работали с молодежным составом «Динамо» и очень хорошо знали весь срез молодых игроков этого возраста, чуть, может быть, моложе. У вас было ощущение, что именно за счет этих кадров наш футбол может в ближайший год, два, три, сделать какой-то шаг вперед? Потому что, когда говорят о развитии молодых игроков, мне кажется, что дело не должно идти об экономии, если доходы «Премьер-лиги» становятся следующего сезона намного больше. Речь именно о рывке за счет собственных воспитанников. Экономии на молодежи, безусловно, быть не должно. Но, наоборот, нужно вкладывать как можно больше денег. Потому что они рано или поздно оправдаются. Но вот молодежь есть. Есть качественные тренеры, которые работают с этой молодежью. Поэтому здесь очень важно поймать тот момент, когда молодой игрок достойен игры в стартовом составе главной команды. Если тренер чувствует, что он сильнее, то нужно выпускать. Нужно рисковать, нужно давать шанс. То, что получилось у Шварца с Тюкавиным, с Захаряным. Грамотно и, главное, вовремя подвели главной команде, когда как раз игры складывались и с крупным счетом, и с численным преимуществом в этих играх «Динамо» действовал. И ребята зацепились за свой шанс, начали прогрессировать еще более быстрыми темпами. И сейчас мы имеем двух игроков национальной сборной России. Я думаю, что и в других командах есть такая же молодежь, интересная, достойная. Но нашим тренерам нужно чуть больше доверять именно этим игрокам. Я хочу про «Нефтехимик» вас сейчас спросить. На моей памяти команда когда-то говорила о задачах, но очень коротко замахнуться на премьер-лигу. Но в основном задача «Нефтехимика» — это просто существовать. ФНЛ была. Иногда команда отправлялась во вторую лигу, в ПФЛ, откуда возвращалась. Говорилось о сотрудничестве с «Рубином», обстроении пирамиды футбола в Татарстане, где есть «Рубин», есть «Нефтехимик», есть «КамАЗ». Но вот в сегодняшнем дне, во вчерашнем дне, когда вы только-только приехали в Нижнекамск на переговоры, какие стоят задачи перед клубом? Какие стоят задачи лично перед вами? Задач несколько. Первая задача — это выступить лучше, чем в том сезоне. Вторая задача — это развивать игроков и стараться продавать их в премьер-лигу. И третья задача — сделать так, чтобы люди, которые приходят на футбол в Нижнекамск, получали удовольствие от игры команды, чтобы им нравилось. Поэтому эти три задачи основные, они стоят перед нами. Я думаю, что пока мы их все выполняем. Я был в командировке в Воронеже, и там очень аккуратно говорили про премьер-лигу, что если да, то да, но у нас задача другая. Например, быть в пятерке. Торпеда, как я понимаю, хочет премьер-лигу, но тоже говорит про это аккуратно. Оренбург только говорит прямым, наверное, голосом. Ну и еще, может быть, клубы, у которых есть стадион чемпионата мира, наследие, будь то Роттер или Балтика. Но все остальные словно стесняются сказать. Хотя премьер-лига сулит со следующего сезона огромные деньги для участников, намного небюджетные за счет телеправ, за счет спонсорских каких-то активностей, будь то букмекер или что-то еще. И вот в этой ситуации, когда путев к премьер-лигу гарантируют тебе спокойную жизнь как клуба, что не надо ходить к спонсору, не надо ходить к руководителям области и постоянно находиться в стрессе, что вот этот финансовый поток может уменьшиться или прекратиться. Почему, на ваш взгляд, в футболе и национальной лиге так мало клубов ставят все-таки задачу официальную пойти наверх? Очень много требований предъявляется российской премьер-лиге для команд, которые пытаются туда выйти. Наверное, не многие знают, но одно из требований сейчас, если не ошибаюсь, со следующего года будет наличие женской команды. В Нижнекамске нет женской команды? У нас с этим большие проблемы. Поэтому здесь стадион, да, наличие стадиона, отвечающий требованиям, безопасность. То есть очень много таких моментов, которые команды ФНЛ пока не в состоянии решить быстрыми темпами. Поэтому всем нужно определенное время. И я думаю, что те команды, которые вы озвучили, они очень аккуратно говорят о премьер-лиге, потому что могут оказаться в той ситуации, в которой в том году оказался Оренбург и Алания, которые не имели соответствующих требований стадионов. И другие моменты, которые тоже не выполняли требования РПЛ. Поэтому все так очень аккуратно об этом отзываются. Я думаю, это одна из таких серьезных причин, что команда ФНЛ очень осторожна в своих высказываниях о РПЛ. На наш взгляд, вот уровень тренерской конкуренции, хорошей, здоровой конкуренции, в первую очередь мыслей, конкуренции в том, как подвести команду к чемпионату, к конкретному матчу, как проводить матч-менеджмент, особенно в знаковых сопернических играх между собой. Какой уровень тренерского цеха ФНЛ сегодня? Потому что, к моему удивлению, Лига не позиционирует себя в целом как полигон, если это слово уместно и не обидно, полигон обкатку молодых российских тренерских кадров, талантливых тренерских кадров, причем многих с опытом либо работы в премьер-лиге, либо с опытом игротской карьеры существенной. Да, тут, ну, не знаю, вы, Хохлов, Игнашевич, Гогнев, Бродюк, хотя, наверное, Александр Геннадьевич уже к молодым кадрам не относится, Василенко. Это те люди, которыми, в моем понимании, премьер-лига должна подкрепляться как тренерами через какое-то время. Неважно, выйдут эти тренеры со своими клубами наверх или получат предложение от РПЛ. Вот уровень сегодняшнего тренерства, если об этом вам можно говорить. Потому что мы слышим, что современной тренерской российской школы нет, что наши тренеры не могут работать на каком-то серьезном уровне в силу недостаточной компетенции. И когда мы для Футбола России писали интервью с тем же Шварцем, которого вспомнили, Сандр очень позитивный человек, но он раза три или четыре сказал, что вот нужно подтягивать, подтягивать обучение российским тренерам. Вот сегодняшний российский тренерский цех ФНЛ, он на каком уровне? Об уровне, наверное, говорить все-таки не мне, тем более это мои коллеги, да. Я могу сказать, что очень интересно играть против наших соперников. У каждой команды свой определенный рисунок. И ты видишь, что хочет добиться тренер от своей команды. То есть мне очень интересно соперничать со своими коллегами из других команд. Я вижу, чего они пытаются добиться, как они хотят играть. И, на мой взгляд, это очень интересно и позволяет и самому подметить какие-то моменты, нюансы для себя, даже для своей работы. Поэтому я считаю, что тренеры ФНЛ достаточно профессиональны и могут работать и на более высоком уровне. Есть много молодых тренеров, которые сейчас работают. Тот же Саша Киржакова сделал шаг из ФНЛ в премьер-лигу. Калешин, Игнашевич, Гогнев, Аксенов сейчас возглавил текстильщик Иванова. То есть тренеры есть. И то, что мы говорим о доверии к молодым футболистам, я считаю, что мы тоже самое должны говорить и о доверии к молодым тренерам. Нельзя бояться. Тем более сейчас все равно поколение то, которое 90-х, начало 2000-х, сейчас оно будет сходить в силу возраста. Не в силу каких-то моментов, а просто в силу возраста. Поэтому надо доверять. Надо доверять. И не надо бояться руководителям клубов делать какой-то шаг. Нефтехимик с вами стал, если не претендовать на выход РПЛ официально, то идти в группе лидеров. Результаты, возможно, разные. С учетом сложнейшей логистики, когда приходится летать через Москву и летать без горизонтальных связей по стране, понятно, что результаты могут быть очень-очень нестабильными. Но все равно, да, вы постепенно поднимаетесь. Были седьмые, потом шестые. На какое-то время даже стали вторыми в ходе этого тура. Но потом снова после победы торпеды оказались на третьей строчке. Вот что меняется, да? Что меняется, может быть, в республике в целом, как за вами смотрят? Насколько нефтехимик – это клуб города или это клуб чего-то большего? Потому что Татарстан – богатая республика, но все равно как-то иерархически сложилось. Есть рубины, все остальные. Вот нефтехимик, как он готов двигаться? Насколько далеко он готов двигаться в ближайшем времени? У нас амбициозное руководство. И наш президент и сам тесно связан со спортом. С автомобильным, правда, но все равно он знает, что это такой спорт больших достижений. Поэтому довольствоваться седьмыми, десятыми местами, которые были у нефтехимика до этого никому не интересно. Все хотят двигаться вперед. Поэтому и задача, я думаю, что с каждым годом они будут все увеличиваться и увеличиваться. Если говорить о Татарстане, о нашем клубе, как клубе от республики, то, наверное, мне тяжело пока еще ответить на этот вопрос. То, что это команда города, то, что люди приходят на футбол, болеют. И у нас каждый домашний играет своеобразный триллер. Получается, я думаю, что удовольствие люди получают. И я вижу, что прибавляется, несмотря на пандемию, прибавляется число людей, которые приходят на футбол. Очень много детей. Опять же, наше руководство клуба уделяет большое внимание развитию детского футбола. И одна из задач, которая мне поставлена была, это и общение с тренерами, и дублирующего состава, и академии. Более того, сейчас наши детские команды в Нижнекамске, они стали давать и результат, которого не было. Понятно, что на детском возрасте он не столь важен, но все равно, если люди правильно работают, если идет движение вперед, то эти результаты, они приходят сами собой. И наша команда сейчас, в 2011 году, выиграла Чемпионат Республики. Поэтому движение есть, и дай бог, что мы будем прибавлять от игры к игре и добиваться хорошего результата. История Рубина. Я даже не беру историю смены компании, которая спонсирует Рубин. Смену собственников, точнее, у компании, которая спонсирует Рубин. Но вот то, что видишь в последние месяцы и читаешь, у Рубина очень четко прослеживается тенденция делать ставку на легионеров. Покупать молодых иностранцев, развивать их, потом либо продавать, либо как-то с ними двигаться вперед. И трансферные окна, особенно летние, тоже эту тенденцию очень четко показывают. В сегодняшнем дне для нефтехимика есть ли шанс стать главной, на ваш взгляд, главной командой страны, командой региона по получению кадров именно из Республики, молодых игроков. Тех, кого Рубин по каким-то причинам не готов забирать себе, развивать. А все равно же футбольных школ, академии в Торстане достаточно много. С учетом того, что мы не можем себе позволить купить каких-либо игроков, мы как раз и нацелены на то, чтобы находить талантливых ребят, молодых, или тех, у кого есть какие-то проблемы в других клубах, но у которых мы видим потенциал. Поэтому это наша первоочередная задача. Я считаю, что мы с ней тоже справляемся. Если же говорить, что мы будем какой-то подпиткой для Рубина, я бы, наверное, не стал этого делать, потому что, да, у нас хорошие дружеские отношения между клубами. Не вы подпиткой до обратную историю, когда вы можете из Казани, из Рубина забирать молодых игроков? Мы не ограничиваем себя только Рубином. Мы ищем молодых перспективных игроков. Зная этот рынок, я хорошо владею информацией по молодым ребятам. И мы себя Рубином ни в коем случае не ограничиваем. Есть и «Динамо», «ЦСК», «Спартак», то есть другие команды, «Локомотив». Мы этот рынок очень хорошо изучаем, и я считаю, что в этом наше преимущество над другими командами. Поэтому будь Рудь то Рубин, то любая другая команда, нам без разницы, мы сотрудничаем со многими командами. «Нефтехимик» удивил не только претензиями на лидерство и постепенным подъемом в турнире на таблице, а с интересными результатами, как недавняя победа над «Аланей», например. «Аланей» воспринимают как одну из самых зрелищных команд лиги и заслуженно. «Нефтехимик» удивил тем, что в ваших рядах появился игрок, который сейчас лучший бомбардир лиги, причем с отрывом, и этот игрок, у которого в предыдущей его карьере, к 25 годам, не было стабильности высокой, классной стабильности с именем на уровне хотя бы ФНЛ. Как это получилось? Нельзя же сказать случайно, когда человек в последних матчах столько забивает. Вообще с осени стал забивать, по сути. Наверное, задача как раз тренерского штаба, используя сильные стороны футболистов, футболистов. Мы видим большой потенциал Саши, и он в этом году начал его использовать. У него есть очень хорошие данные для того, чтобы стать довольно-таки хорошим игроком не только на уровне ФНЛ, но и на уровне премьер-лиги, но к этому тоже нужно идти. И тот успех, который сейчас у него есть, большое количество забитых мячей, главное, чтобы тоже не вскружило голову. Поэтому здесь такой момент важный и для него, и для меня, как для тренера, чтобы этого не случилось. Потому что этот всплеск может ему остаться, и важно не допустить этого. А то, что он обладает качествами игрока, нападающего, высокого уровня, это совершенно точно. Потому что у него одинаковый удар, очень хороший с обеих ног, голевое чутье. Я просто не понимаю, да, Кирилл, поправьте меня, да, но у вас игрок забивает в 18 турах 15 голов в этом сезоне. Лучше бомбардир лиги, причем с отрывом. Хотя по именам, вроде бы, все примерно представляют, кто, да, в какой команде должен преддавать на лиджеса бомбардиров. Когда крылья в прошлом сезоне выходили в премьер-лигу, за успехами Сергеева следили все, ну и тем более, что уход его из торпеды получился очень громким, протестным для болельщиков торпеды. Ну, невозможно же просто, да, вот такими-то общими словами объяснить его историю. Человек никогда не забивал столько, кроме первой лиги Белоруссии. Вдруг забивает. Вы находите игрока и видите ему позицию. У нас вообще такое количество игроков, которых можно просто найти и поставить, как, условно, Самошникову, Рубинтон, Юшина, еще кого-то. У нас огромная россыпь футболистов, которые не нужны, но при удачной ситуации они могут себя проявить на очень высоком уровне. Могут, я с вами согласен. Именно так и происходит, но здесь тоже нужно отдавать должное игрокам, которые работают, которые много для этого делают, для того, чтобы они сами прибавляли, да. Мы можем подсказывать, да, мы можем говорить игроку, как действовать в определенных ситуациях, но задача игрока – это принимать, понимать, выполнять, плюс добавлять к своим, да, качествам, которые обладают, такие, как, допустим, голевое чутье. И все это вместе, оно дает этот результат. Поэтому важна еще не только тренерская работа, но и индивидуальная игрока, на мой взгляд. Тренер вашего возраста, молодой человек, который успешно поработал в премьер-лиге, не очень успешно, но, тем не менее, столкнулся с Еврокубками и знает, что это такое, по крайней мере. Вот с учетом расписания, с учетом перелетов, которые есть в футбольной национальной лиге, с учетом того, что сейчас новый формат Кубка России, и тоже приходится играть иначе. Когда у вас остается время как-то расти и развиваться как тренер? Потому что мы вот, когда слышим про молодых тренеров, то постоянно звучит фраза, что я хочу поехать на стажировку, как правило, за границу туда, будь то в Гасперине или кто-то еще из метров. Вот вы в сегодняшний день успеваете какие-то тенденции увидеть? Успеваете вот эти вообще европейские тренерские тенденции еще и как-то позаимствовать? Потому что, ну, одно дело, ты предлагаешь какую-то идею игры, когда у тебя футболисты условно в Ливерпуле, а другое дело, когда ты работаешь с футболистами, которые не готовы на такой скорости или в таких задачах себя реализовывать. Вот как происходит обучение сегодня? Обучение происходит каждый день. Ты каждый день готовишь тренировочный процесс, да, тренировку. Ты в любом случае пытаешься из проведенных игр вынести что-то такое, что, допустим, получилось, не получилось. Ты это переносишь в тренировочный процесс. Ты стараешься придумать что-то новое. Ты подстраиваешься под соперника, ищешь его слабые места, сильные места. Ты стараешься противостоять им или наоборот где-то болевую точку найти и на нее давить. Поэтому это обучение происходит каждый день. Анализ проведенных тренировок, игр соперника, он позволяет тебе расти. То есть здесь каждый день ты обучаешься. И даже возвращаясь к тому, о чем я сказал, тренеры, с которыми ты конкурируешь в играх своих команд, они тоже не стоят на месте. И всегда, я говорю, какие-то моменты можно подметить для себя. Плюс, это европейские кубки, тот футбол, который ты смотришь, Лига чемпионов, Еврокубки. Все это тоже помогает двигаться вперед. Главное, наверное, для тренера не стоять на месте, не думать, что ты все знаешь, все умеешь, и тебе ничего не нужно. Если ты хочешь двигаться вперед, ты будешь думать и делать что-то для того, чтобы развиваться. История, если мы про нее вспомнили, вот это упражение от грузинской команды в квалификации Лиги Европы, история увольнения с «Динамо» спустя какое-то время, что она меняет? Вот вас, как в тренере. Потому что, ну, мы в нашем разговоре уже вспоминали историю Станислава Черчесова, когда его уволили, по-моему, из «Спартака», то ему позвонил австрийский коллега-тренер и сказал, поздравляю, ты стал настоящим тренером, тебя уволили. То есть ты знаешь, как пройти через это и как стать сильнее. Вот в вашем случае, что это изменило в вас? Сложный вопрос, на самом деле, который так заставляет, наверное, задуматься. И ответы прямо сейчас я вам, наверное, за такой короткий срок не дам. Но, наверное, могу сказать одно, что как только тренер подписывает контракт, он должен быть готов к тому, что следующим шагом будет его увольнение. Поэтому любой тренер к этому готов, и ничего страшного в этом нет. Главное, как вы, наверное, правильно заметили, среагировать. Среагировать правильно. То есть это не должно быть для тебя ударом, что все кончилось или все плохо. Нет, наоборот, наверное, это определенный вызов доказать, что ты хороший тренер, ты можешь работать на этом уровне и поскорее, наверное, вернуться на уровень премьер-лиги. Наверное, вот это. У вас на аватарке стоит ваша фотография в мессенджере, да, где вы в Динамоской экипировке. Понятно, что человек, который столько провел времени в Динамо, который из такой семьи динамоской, вот это на всю жизнь, да, внутри даже ваши цвета. Хоть они отчасти совпадают с цветами нефтехимика, формы игровой, да, но все равно это динамоские цвета. Динамо следующий сезон будет встречать как юбилейный. Вот сейчас этот сезон юбилейный для Спартака, и мы видим, как у Спартака все идет пока не очень хорошо, мягко говоря. Вот для Динамо, на ваш взгляд, сейчас команда же, она, по сути, является лучшей командой Москвы, чего не было очень давно. Лучшей командой Москвы, лучшим клубом Москвы, точнее, является Динамо, не только по результату, но и по инфраструктуре, по понятным задачам, по клубному магазину, там, не знаю, почему угодно. Динамо тихо, спокойно вышло в столичные лидеры. И Динамо, на ваш взгляд, с вот этими историями, да, что с 1976 года команда не может стать чемпионом страны, команда, которая существует с выдуманным или настоящим проклятием жены Александра Сивидова. Вот Динамо следующий сезон, как, на ваш взгляд, должно пройти? С учетом этого юбилейного сезона ответственности и тех ожиданий, которые в любом случае после этого чемпионата будут? Я думаю, в преддверии этого юбилея важно будет провести этот сезон достаточно качественно, то, что сейчас и происходит. И уже после окончания этого сезона провести анализ его, укрепить те позиции, которые тренерский штаб посчитает нужным, и двигаться вперед. Главное, что сейчас отличает Динамо, наверное, от других клубов московских, это порядок, порядок в первую очередь в руководстве клуба, которые четко знают, что они хотят, и они прикладывают максимальные усилия для того, чтобы движение вперед было. Потому что если мы сейчас возьмем Локомотив, Спартак, перестройку в ЦСКА, там я этого не вижу. Поэтому в чем преимущество сейчас Динамо? Это порядок на всех этажах, клубная вертикаль. Это очень важно. Большое спасибо Кириллу Новикову, главный тренер нефтехимика, одного из лидеров футбольной национальной лиги, еще недавно тренер Московского. Динамо был гостем программы «Футбол России». Серьезный, талантливый, интересный. Посмотрим с учетом нового формата этого сезона, будет ли претендовать клуб из Нижнекамска на место в Премьер-лиге. Об этом будем говорить уже весной. Это был «Футбол России». Мы не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова